Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня в Гюмри, в Армении, проходит акция радикального движения, и где армяне хотят заблокировать 102-ю российскую военную базу. Я сделал сегодня ролик, вот они вышли с протестами, и теперь такая ситуация, что в Армении решают, каким же способом лучше разблокировать дорогу Хангендила Чим, и вот пошла такая информация уже в армянских СМИ. Есть только два способа спасти Карабах, как считают армяне. Сколько бы ни говорилось и обсуждалось, есть только два способа спасти Карабах от осады, пишет на своей странице Facebook доктор политических наук, военный историк Армен Айвазян. Вот она на фотографии. Два способа армяне нашли, как разблокировать Лочинскую дорогу. Сильное международное давление в виде экономических санкций, применяемых великими державами против Азербайджана, и при необходимости прямого военного вмешательства. Или вот второй вариант они хотят. Специальная военная операция, которая будет осуществляться вооруженными силами Армении, или Карабаха вместе, которая по всей вероятности перерастет в широкомасштабную войну с Азербайджаном. Третьего решения просто нет и не существует. В общем, армяне решают, может даже и силовым путем как бы начать пробить дорогу, просто армию подключить и все. Конечно, предпочтительный первый вариант, но, как видим, международного давления на Азербайджан пока нет. Оно может слишком запоздать или вовсе не быть. Значит, если мы не собираемся мириться с выселением армян из Карабаха, за которым неизбежно последуют аналогичные осады выселения армян из Сюника, то есть Зангизура и других районов Армении, то должны в срочном порядке и серьезнее подготовиться ко второму варианту, то есть военному. Специальные военные операции, вероятной большой операции, навязаны нам освободительной войне. Это будет решающая борьба за выживание Армении, забыть или не быть армянской нации, в ходе которого союзники у нас непременно объявятся. Позволив же случиться деарменизации, сдачи Карабаха, мы лишимся последних возможностей противостоять врагу, то есть Азербайджану. Осталось очень мало времени для принятия правильных решений. Но видите, уже армяне видят, что не получается никак разблокировать эту дорогу. Все, азербайджанцы плотно уже почти месяц держат все под своим контролем. Они вот думают, как бы уже начали, видите, действовать. Сначала сейчас начали давить на российских военных. Ну, в Гюмри просто заблокировали. Все, пройдет неделя, два, три, они не могут ни выехать, ни заехать. Продукты кончатся, и все, и будет там конфликт серьезный. Но видите, а теперь решают, может, военным путем. Я решил сравнить армии Азербайджана и Армении, кто на сегодняшний день сильнее армии. И вот здесь статья как раз. Вооруженные силы Азербайджана сильнейшие на Южном Кавказе. Так что преимущество у Азербайджана. Азербайджан улучшил свои позиции в рейтинге портала иностранного. Они делают рейтинги, какая армия сильнее сейчас на Южном Кавказе. Согласно этим данным, международному рейтингу, в 2023 году Азербайджан заняло 57 место среди 145 стран по военной мощи. Грузия находится на 85 месте, Армения на 94 месте. Отметим, что при составлении рейтинга учитывается 60 индивидуальных факторов для определения показателей той и иной страны. Но Азербайджана, конечно, самая сильная армия здесь. В расчет принимаются количественные показатели и мощь авиации, бронетехники, военных, морских сил и другого. Кроме того, учитывается наличие природных ресурсов, рабочей силы. В общем, все здесь учитывается. Важное место отводится размерам военного бюджета, внешнего долга, валютным резервам страны и ее покупательные способности. Раньше Азербайджан в том году занимал 63 место, сейчас уже 57. Так что Армении мало шансов выиграть войну. Если они начнут идти силовым путем, то они 100% ее проиграют. Потому что армия Азербайджана подготовлена сильнее. Ну вот такие новости. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.